Впечатления, скорее, важные. Ваши ощущения от момента того, как начали туда заходить, ну и вот как происходило свой опыт впечатления от всего происходящего. Добрый день. Меня зовут Таня. Хочу сказать, что все было как-то на равновесии. У меня не было никаких эмоций, ожидания, да или нет. Все было вот так вот. Все было на уровне, можно сказать, одной ступеньки. И когда я туда пришла, все, конечно, очень вежливо, все нормально относятся. Пытаются как-то улыбаться, настроение хорошее принести. Дальше, конечно, когда уже начинается какой-то досмотр вещей, спрашивают, задают вопросы, ты ощущаешь вот эту уже серьезность, где ты есть. Ну, у меня на настроение и как-то на нервность как-то мне не преподнесло там, что я как-то начала волноваться. Далее, как там, подача документов, ну, да, регистрация или подача документов. Все это хорошо, прошло спокойно. Люди, конечно, все смотрят на друг друга большими глазами, изучают. Ну, немножко, конечно, второй этап, когда нужно было сканировать пальчики. У всех какой-то немножко люди начинают путать лево-право. У всех, вот у всех. У всех там, я вот сидела немножко, ну, не смотрела там на всех, но когда люди приходят, и она так, ну, женщина, которая сидит во втором окошке, начинает спрашивать, говорит, левую руку, четыре пальца, и все путаются. Все вот люди одинаковые. У всех, ну, как-то есть это. Ну, затем, когда ты уже все, ну, снятие отпечатков прошло, далее третье окно у меня было. Я стояла, все было спокойно. Просто ты стоишь, вот ты здесь, и ты понимаешь, ну, да, ты здесь. Все спокойно. Ну, правда, то, что было холодно, и немножко сегодня... В помещении? Нет, на улице ожидали. Замя уже вошли. Да, и когда я подошла к третьему окну, также было сканирование отпечатков, подтверждение, наверное, винистов. Замя уже пальцы, да. И мне сказали, более прижать их. Да, вот когда уже мы начали общаться, был задан вопрос, цель вашего визита, немножко прогулась у меня по телу, и тогда уже там, потом началась беседа, то есть вопрос-ответ, цель визита. Я ответила, моя гостевой визит к подруге детства на период отпуска. Потом меня спросили, кем я работаю. Я сказала, я работаю в 4-й сознательном отеле Пальмера Бизнес Клуб в Москве. А потом прошло минутки 20 секунд, или там сколько, мне спросили, на какой период я буду туда, как бы, пребывать в гостях. Я сказала, две недели, отпуск планируется в мае. Потом также был такой маленький тайм, и вопрос, кто мне приходится, Галина Ермолюк, она пыталась произнести еще фамилию. Я сказала, что это моя подруга, мы выросли в одной деревне и ходили в одну школу. Коса улыбнулась, сказала, окей, окей. И потом, через тоже пару секунд, она опломбировала вот этот чек, сказала, что ваша виза одобрена, улыбнулась, и можете ее забрать завтра. Ну, еще впечатления вообще, впечатления других людей, может быть. Ну, передо мной, когда был выбор 3-4 окно, которое 4-й уходит в коридорчик куда-то, да, парень оттуда вышел, у него на лице явно был ответ «нет». Он немножко такой подернулся. А передо мной тоже всем было «да». Ты, конечно, сидишь и думаешь, а если бы им не было «да». Иногда вот это. Я не ожидала, я просто услышала. Когда она изучала что-то в компьютере, ты стоишь и такой думаешь, вот сейчас будет, вот и есть этот приговор. Или «да», или «нет». Ну, и ровно, я думаю, я, ну, как бы, ну, и ладно. Нет, так нет. Вот, честно. Документы какие не смотрела? Нет, ничего. Вот все, что она спросила, я ровно ответила. Ничего там, ни подтверждения, ни ее какое-то там приглашение, ничего, ничего. И передо мной, ну, девушка была интервью на английском, и она пыталась что-то показать еще. И вот они общались на английском. А вот что именно она показывала дополнительно, я не знаю. Но ни у кого не спрашивала. Нет. И очень вежливый охранник говорит, одевайтесь, потому что я вас не выпущу, ну, когда уже уходить нужно было такой вежливый. На улице очень холодно. То есть и такая нормальная атмосфера между собой там царит. Ну, охранники там наши же работают. Да, он такой седой, низкого роста такой мужчина, вот, который внутри выпускают уже. А само посольство, конечно, такое маленькое, меня удивило весьма. Как-то я так не ожидала, честно. Это и есть. Гномерных здесь. Да, все так просто. Они ремонт там делают. Делают ремонт, будут немножко расширяться, по-моему. Ну, может быть, потому что я, конечно, и вешалка, и коридор ожидания, и люди первое, второе, третье, все в одном. Вот, и ты такой, да, ладно. Это же не Нигерия какая-то, в соус, чтобы пытать. Нормально. Ну, в общем, хорошее впечатление, да? Ничего сложного не надо бояться. Не надо бояться. Просто идите, сидите, улыбайтесь. Если у кого-то что-то упало, если там передо мной фотографии кто-то в броне, я старалась помочь, как бы, не игнорировать этот момент. Там пара, она, видно, дети, или я, может, и не дети, потому что дети были бы сновыми. Они обронили там что-то. То есть не нужно сидеть и думать, как эгоист только о себе. Если что-то случилось, там кому-то помочь, подсказать можно прям, пожалуйста, ну как бы. Еще нужно соблюдать вот очередь. Сидеть, ну как бы, чтобы тебя не просило хранить. Девушка, встаньте, пожалуйста, сядьте поближе. Там вот они садятся вот так вот, а тут заходят сразу с первого окна. И вот эти дужки, и кто-то там сидит один. Как бы надо немножко быть внимательнее и продвигаться правильно получим. Да, мы на улице вот так и сидели. А впереди уже два человека. Холодные же сиденья. А охранник говорит, присядьте, пожалуйста, вперед. А мальчик, который передо мной, говорит, они холодные. Ну, конечно, там не настраивать себя на общение с другими людьми, потому что все сидят и просто выжидает приговор. Да, нет, ну, можно сказать так. Потому что все грустные, все-таки на лице. Я, я... Грустные? Ну, они такие все, концентрируют, да, такая сильная концентрация на листике. Ну, вот, так что, не знаю, все зависит от себя. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Все уходят, улыбаются, очень вежливая, прекрасная женщина в третьем окошке меня. Как вы блятся у конца? У, а та женщина. Клубная, тоненькая. Нет, светлые волосы у меня были, по-моему, на коже второе, а три... Мне сказали, Александр, что это был самый главный кольц. Наверное, в четвертом окне было кто-то другой. Потому что вот именно вот это светлый, по-моему, не сказали, что это и есть самый главный кольц. Она очень приятная женщина. И всем давала разрешение на лист. Хорошее настроение было. Да. Ну, я ей пожелала всего хорошего. Послала ей хорошую энергетику. Поэтому... Поэтому мы едем домой. С хорошей вместе.